Икра Господа, пора делать ставки. Двести пятьдесят тысяч я беру на красные. Благодарю. На черные два миллиона. Двести пятьдесят тысяч на черные. Самая крупная ставка. Два с половиной миллиона на красные. Господа, зеро. Двести пятьдесят тысяч на черные. Двести пятьдесят тысяч на черные. Против знатоков играет команда телезрителей, читателей и самого популярного в нашей стране еженедельника «Аргументы и факты». У нас присутствует главный редактор, господин Старков. Господин Старков, здравствуйте. Здравствуйте. Вас всех знают, но тем не менее я хотел вас представить. У меня только один вопрос. Вы действительно хотите, чтобы сегодня выиграла ваша команда телезрителей? Естественно, зачем же я здесь? Ну и все болеют за знатоков. Вы не боитесь популярность потерять? Нет, но я думаю, что в конце концов выиграет игра, а значит все мы здесь присутствующие. Как раньше говорили, победит дружбу. Вообще-то вы правы, конечно, мы в какой-то степени все читатели АИФ. Так что уж кто бы не победил сегодня, а АИФ не проиграет. Вообще, господа, сегодня на этой серии игр собралась на редкость хорошая компания наших меценатов. Ну приятно. Вот господин Довгань где-то здесь. А вот он. Господин Довгань, ваше лицо знакомо уже миллионам. Вы просто телегерой. По-моему, три часа тому назад я видел вас на Бринринге, не правда ли? И вы вот снова здесь. Да, это тот самый, господа, Довгань, который докопиться, докохлеб. Ну а теперь вот духовный хлеб вы хотите производить, да? Мы очень рады, что умные книги, которые вы будете выпускать, у нас в клубе ищут умных покупателей. И наоборот, умные покупатели будут искать умные книги. Успехов вам. Спасибо. И, наконец, третий спонсор, который, а именно он, дал возможность команде Алексея Блинова сыграть матч-реванш 31 декабря. Это строительная фирма Сапсан. Есть она в зале? Нету. Ну, значит, заблудилась фирма в нескучном саду. Но, тем не менее, все хорошие слова, которые я хотел сказать о этой фильме, я скажу, когда она придет. Но мы заболтались немножко. Сейчас московское время 22 часа 51 минута. На улице 12 градусов мороза. И, тем не менее, мы начинаем прямую трансляцию с элитарного клуба «Что, где, когда». За игровой стол садится команда, на которую мы возлагаем большие надежды. Команда новичков Георгия Жан-Пула. Елена Пальцева, Москва. Ян Привороцкий, Киев. Олег Фастовский, Днепропетровск. Владислав Пыков, прошу вас, Москва. Евгений Ильин, Ивана Франковская. И капитан команды Георгий Жанков, город Владимир. Евгений Ильин, Ивана Франковская. Играем «Что, где, когда». Читатели аргументов и фактов против знатоков. Игра до 6 очков, счет 0-0, первый раунд. Прошу вас. Я напоминаю нашей публике, что у нас в казино входят только деньги, заработанные собственным умом. Поскольку еще ум не приведем к действию, заработанных денег нет и нет ставок. А вот если бы были ставки, то в нашем казино можно было бы заработать за один час более 100 миллионов рублей. А сейчас 2 миллиона, крупная ставка. Играем. 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 Продолжаем близ турнир. Вопрос второй. Тот же Алексей Федотов из Москвы интересуется. Знаете ли вы французский язык? Нет. Нет. А именно, кого теперь француз называет красивая мама. Время. Бэль. 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 Бэль это милая, красивая. Бэль. Бэль. Мам. Нет. Мам. Красивая мама. Может быть посажена бабушку. Бабушку. Нет, не обязательно. Что еще? Может быть то же самое тещу? Может Примадонну? Тещу. Ответ задоков. И мы опять отвечаем. Тещу. Ну что это такое? Ну на все вопросы теща. Правильный ответ. Вы выиграли второй вопрос. И наконец последний, решающий третий вопрос. Блиц турнира. Будьте осторожны, господа. Павел Чеботаренко из Горловки интересуется, знаете ли вы нанайский язык. К группе нанай это не имеет отношения. А именно, кого амурские нанайцы называют амба. Время. Тигр. 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 Хорошо. Уссурийский тигр. Уссурийский тигр. Амурский тигр. Амба. Чудо уссурийское. Спокойно. Это тигр. Уссурийский тигр. Да, сто процентов. Да, да. Так же вы просто, все-таки, просто тигра. Тигр. Амба. Амба. Тетча тигр. Ответ на таков. Отвечает Владислав Быков. Прошу вас. Тигр. Вы считаете, что когда амурские нанайцы говорят амба, они видят тигра? Да. Ну, действительно. Они видят злой дух или амурского тигра. Ну, что я могу поделать? Вы выиграли два миллиона. На Блиц-турнире еще становится один ноль. Два миллиона, два миллиона в банке знатоков. Большие надежды на эту новую команду. Команда меняет фишки на деньги, значит, будут ставки. Георгий Жарков, вы будете делать ставки? Пока нет. Один ноль. Следующий раунд. Волчок. Еще раз говорю, если вы хотите пробраться в финал, вам нужно заработать большое IQ. У нас в клубе в единственном месте IQ интеллектуальное – это сумма денег. Которое вы выиграли за всю игру. Большое IQ можно заработать только делая ставки. Ставок вы не делаете. Один миллион на черные. Играет Виталий Лукашенко, Москва. А теперь, внимание, черный ящик. Играет Виталий Лукашенко. Господа. Существует легенда, по которой гуси спасли Рим. А погубила Рим, разорила его, по мнению историка Гумилева, обыкновенная платяная вошь. Вернее, не сама вошь, а то, что сейчас находится в черном ящике, то, чем боролись против нее, и что в конце концов погубило ее и всю Римскую империю. Так что же в черном ящике? Время. Свинец. Какое-то химическое вещество. Кроме того, нафталин. С варварами ничего не нету. С варварами ничего не нету. Подожди, но погубила Рим по мнению историк Гумилева. Может быть железо, скажите, его... Щетка. Может быть гусиные перьяки прийти? Пришло на смену Рима. На смену Рима Римская перья. Подожди, а они же... Ребята, а может опять горностаев? Может быть... Ребята, они же были... Может быть чистили гусиными перьями? И что? Почему погубило? Против плотяной воши. А вот мехами, мехами. Мехами. Может оружие какое-то? Оружие какое-то? Какое оружие? Расческой. Расческой. Вычесывать морозом. Керосин вряд ли. Зажечь. Порох, 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 порох. Огнем. Нет, вряд ли. Ответ на такого... Значит, отвечать буду я. И мы считаем, что это все-таки свинец. Свинец. Ваши аргументы. В вопросе было слово разорило Римскую империю. Как свинец мог разорить Римскую империю? Прошу вас, Георгий Жарков. Мы считаем, что закупки свинца, в частности, разорили Римскую империю. Ответ принят. Внимание, правильный ответ. Воровство, грабеж, насилие, убийство, подкуп. Римляне шли на все, лишь бы достать эту баснословно дорогую, привезенную из далекого Китая вещь. Откроем черный ящик. Ответа нет. Китайский шелк, погубивший плотяную вождь, разоривший Римскую империю. Вождь на гладкой поверхности. Шелка не живет. Один-один. Один-один. Один миллион рублей. Уходит Виталий Уташенко. Поздравляем вас, Виталий. Ответ. Ответ. Вал, ва, ва. Придет на временной рамках. Ворок. Счет один-один. Следующий раунд. Мы по-прежнему ждем ставок, а ставок нет. Осторожная команда во главе с Георгием Жарковым. А ведущий любит азарт. Полтора миллиона играете? Да. На красное. Внимание, против знатоков играет читательница аргументов и фактов Галина Оставьева, город Химки. Внимание, вопрос. Полтора миллиона. Кто в 1909 году впервые зафиксировал свет над верхней строкой? Время. Перевод, перевод. Так, свет, лайт. Нет, это какое-то ударение или еще что-то. Акзас какой-то. Парни, это что-то из пропечатания. Это может быть естальмола какой-то. Это не может быть пирс. Что такое свет над верхней строкой? Может быть абзац? Просто пустое место. Книга в печатание раньше, да? Когда северного полюса достигли? Свет над верхней строкой? Корее 1990-го. Южный тогда уже? Нет, или южный. Нет, при чем тут? Что такое свет над верхней строкой? Свет над верхней строкой. Еще раз. Лайтный строкой. Ребята, кино, может быть? Господа, а в 909-й год? Афтальмологи не могут быть? Нет, не могут. Почему нет? Именно вот это афтальмологическое изобретение. Табличку, а кто тогда? Фамилия неизвестная, афтальмолог, трудно сказать. Это по таблицам. Ладно, все, афтальмолога, наверное. А может быть, врач акулиста, в общем случае? Акулист? Человек в корею, акулист, который... А может быть, какой-то список? Ответ знадогов в обсуждении прекратили. Кто в 1909 году впервые зафиксировал свет над верхней строкой? Отвечает капитан Георгий Жарков. Мы считаем, что это был англичанин Пири. Ваши аргументы по поводу верхней строки? Молчание. Внимание, правильный ответ. В 1909 году впервые зафиксировал свет над верхней строкой нотного стана изобретатель световой музыки, композитор Скрябин. Вы сказали, Скрябин молодцы, но очень поздно. Счет становится 2-1. 2-1 в пользу телевидителей. 1,5 миллиона уходит телевидительницы в город Кимки. Господин Старков. У вас есть шанс выиграть сегодня. Я надеюсь, надеюсь. Говорят, что вы будете определять лучший вопрос. А приз будет? А как? Какой? Приберет компьютер. Персональный компьютер? Дорожий приз. Будем надеяться, что и вопрос будет не хуже. Счет 2-1. 2-1. Выигрывают телевидители господина Старкова. Следующий раунд. Я хочу делать ставку. Пожалуйста. 500 черные. 500 черные, пожалуйста. Взяли 500 черные. Все. Все. Уважаемый публика, мы наблюдаем, конечно, что несколько сбитых столков знатоков, им не хватает игрового опыта, психологического опыта, я бы сказал. Конечно, интеллект у них очень крутой. Так, 1 миллион, да? 500 черное. Что? Попала ставка? Вот это везение. С первого раза. Итак, ставка сыграла. Цена подскочила в 10 раз. И вместо 1 миллиона мы фиксируем цену в 10 миллионов. 10 миллионов рублей. 500 там было, да? Прошу прощения. Ставка была. 500? Да. 500. Значит, 5 миллионов. Мне повезло. Финансирует нашу игру издательский дом «Довгань», и он же платит страховую сумму. Итак, на кону 5 миллионов. Внимание. Играет читатель еженедельника «Аргументы и факты» Валерий Понятский, город Туэ. Внимание, вопрос. Уважаемые знатоки, в каких случаях администрация знаменитого чикагского ресторана «Статтлер» сажает за стол вместе с другими гостями Людовика Четырнадцатого? Время. Обсуждаем. 13 гостей за столом. Ребята, давайте обсуждать. 14 гора. 14 гостей за столом. Все нормально. Сидят 13, нечетное количество. Садится Людовик Четырнадцатый. Это просто его прозвище такое. Это 14 человек для людей. Понимаю, какая разница. Это его прозвище или он одет в таком зол? В каком случае, когда за столом сидит 13 человек. А вот хорошо. А вот теперь если спросят, кто такой Людовик Четырнадцатый. Теперь он точно. А вот если спросят, кто такой Людовик Четырнадцатый, это король. Лен, походи, Лен. Лена. Людовик Четырнадцатый, а тут ура 14-го человека. Правившись в 1665 по 1715. Да я запишу. Вот его и сожаю. Значит, чиканский ресторан Стадлер. Значит, сформулирую ответ. Чиканский ресторан Стадлер. Не мучь девочку. Не мучь девочку, я тебя прошу. Уже угодно. Так. Все ясно. Ты будешь отвечать. Отвечаю, знатоки. Отвечает Елена Пальцева. Елена Пальцева, вы просили, чтобы я спросил у вас, кто такой Людовик Четырнадцатый, да? Я не просила. Да, вот я вам спрою, да, я вам задаю такой вопрос. Отвечайте, пожалуйста. Вот французский-то. Нет, 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 нет. Почему, Жора? Вас интересует Людовик Четырнадцатый в том ресторане или вообще? В ресторане, конечно. В ресторане это четырнадцатый человек, которого сажают за стол в том случае, если пришло тринадцать гостей. Такой ваш ответ. Тринадцать – несчастливое число. Такой ваш ответ. А внимание – правильный ответ. Ну, что я могу сказать? Действительно, многие верят в приметы, поэтому, когда за столом ресторана оказывается тринадцать гостей, администрация сажает за стол манекен, а не живого человека. Да я не могу из-за этой разницы наказывать вас очком. Итак, этот манекен называют Людовик Четырнадцатый. И, к сожалению, вы выигрываете этот раунд, счет становится раундом 2-2. Пять миллионов, пять миллионов уходит банк знатоков. IQ знатоков сейчас шесть миллионов пятьсот тысяч. Таков уровень их интеллекта. Елена Пальцева, мне кажется, она сейчас проявилась здорово и обнаруживает свои качества. То есть появляются сильные игроки в этой команде. Следующий раунд. Спасибо за комплимент. Я просто хочу, чтобы вы расслабились. Мы хотим сделать ставку. Еще ставки. Понравилось. 250 черное. 250 черное взяли. Все. И все. Ну, второй раз вам не может повезти. Просто по теории вероятности невозможно. У нас здесь присутствует президент юридической фирмы Борщевский партнер и господин Борщевский. Соблюдение правил и ритуалов – это ваша функция. Ну и заодно законов Российской Федерации, наверное. Все нормально, она идет, идет. Все на Российской Федерации. Попали. Что, второй раз? Этого не может быть, я укажу. Может, может. Что, второй раз сыграла ставка? Да. Верно Борщевский. Это было все по закону? По законам везения, я бы сказал. Ну что ж, возражений нет. И раскошеливается фирма «Издательский дом Довгань». Так, что играется сейчас у нас? Какая ставка была? 250, да? Против издаков играет Лера Чурбанова. Московская область. Тоже считательница, естественно, аргументов и фактов. Внимание, черный ящик. Счет 2-2. Игра идет до 6 очков. Господа. Господа. А понюхать можно? Понюхать можно. Там не пахнет. В этом черном ящике находится произведение, которое один литовец посвятил Татьяне Беляевой. Давайте посмотрим на нее. Татьяне Беляевой. Вот она. Ее подруги Валентине Андреевой. Давайте найдем Андрееву. Ее подруги Елене Пялко. Вот Елена Пялко. Ее подруги Наталье Стыценко. Мне. А заодно и примерно 12-й части всего человечества. Как называется произведение в черном ящике? Время А. Не получается. Как называется произведение? 12-й части всего человечества. Что такое 12-я часть человечества? Человечества. Знак Зодиака. Знак Зодиака посвященный. То есть там какое-то изображение знака Зодиака. Значит, какое? Не знаю. Когда они по знаку Зодиака. Кто? Сейчас. Когда родилась, Валя? Сентябрь рождение передачи. Что, где, когда? Точно. Красиво. Красиво. Сентябрь это у нас? Кто? По знаку Зодиака. Быстро. Дева. Дева точно. Это 9 сентября 75-го года. Да, Дева. Ну и что? Произведение какое здесь находится? Дева? Может быть книга? Изображение? Нет, не изображение. Просто какое-то изображение. Может быть, что-нибудь янтарь. Может быть, просто Дева Мария. А вот в янтарь это может быть? Дева Мария просто. К примеру. Не может. Не важно, ребята. Любое произведение. А кроме знаков что-то может быть? Любое изображение со знаком Зодиака. Всё. Одна двенадцатая часть человечества. Ну да, всё правильно. Зодиака. Давай попробуем. Есть? Ответ Знадаков. Ну, кроме перед ответом, я хочу спросить у господина Борщевского. Сейчас Елена Пальцева оглянулась во время минуты обсуждения. Дело всё в том, что просто Елена Пальцева получила замечание, что нельзя трогать чёрный ящик, и вернулась спросить, можно или нет. Никакого отношения к подсказке это не имело, да? Ответ Знадаков. Спасибо вам. Итак, мы считаем, что в этом ящике лежит нек-нешто, изображающее определённый знак Зодиака. Простите, пожалуйста, я понимаю, что вы думаете во время ответа. Мне нужно только название произведения, которое сейчас находится в чёрном ящике. Дева. Итак, в этом ящике лежит произведение под названием Дева. Дева. Это что, скульптура? Что за произведение под названием Дева? Молчание. Вы второй раз молчите. А теперь, внимание, правильный ответ. Откроем чёрный ящик. Всем известная картина художника Чурлёниса. Стрелец. Из цикла знаки Зодиака. Вот знаки Зодиака у вас был правильный путь. Сентябрь. Итак, у нас в группе почти все стрельцы, а вы проигрываете этот раунд. Ещё становится 3-2 в пользу теледрителей. 3-2. 2 миллиона 500 тысяч, 2 миллиона 500 тысяч уходит Лере Чурбановой в Московскую область. Как хорошо! Я хочу, что вот моя такая мечта, чтобы у нас в клубе люди делились не богатых и бедных, а на умных и не очень умных. Вот сейчас деление это и происходит. Сейчас 3-2. Выигрывают телезрители. Бумные телезрители выиграют у знатоков. 3-2. И мы начинаем следующий раунд. Прошу вас, делайте ставки, господа. И вы тоже стрелец. А вы вообще слышали о таком художнике Чурлёнисе? И, наверное, видели эту картину? Конечно. Первый раз за столом. Не так просто. Кстати, итальянская пословица гласит, плохая игра длится недолго. Так что ловите момент. 2 миллиона 500 тысяч. Красные. 2 миллиона 500 тысяч. Красные. Против знатоков играет читатель АИФ Максим Константинов. Город Кишинёв, Молдова. Владимир Аксинь. Да. По-моему, вы сейчас невольно нарушили процедуру. Дело всё в том, что во время перерыва этого вы не предложили знатокам сделать ставки. И такое предложение от вас не последовало и не последовало ставки. Было, 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 было. Я его слышал, да? Хорошее слово, невольно, но я действительно сказал, что делайте ставки в момент, когда нажималось на кнопку валочка. Невольно ошибся я, прошу прощения. Ну, с вами всегда приятно поговорить. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. У меня нет родителей. Моими родителями стали небо и земля. У меня нет божественного могущества. Честность для меня станет могуществом. У меня нет ни жизни, ни смерти. Вечность для меня и жизнь, и смерть. У меня нет принципов. Приспособляемость ко всему. Вот мой принцип. Пройдя все испытания, я дойду до вершины. Как вы думаете, какого цвета эта вершина? Итак, какого цвета эта вершина? Время. Люди, это либо герб, это какой-то вот страны. Это может быть клятва менеджера или самурая. Лучше менеджера. А если самурая, это белого. Так, это монастырь Шаолин. А может он цыган? Может он цыган? Какого цвета вершины? Может это привязано вообще к какой-то религии? Какой? Фудзьямо, вершина гора. Вершины цвета пройдя по цветам. Кроме белого, какие могут быть еще вершины? Какого цвета? Перевод какой-то из гор, как гора какого-то цвета. Мы по принципу приспособляем, пройдя все слипания... Килиманджара на какой-то языке. Белый, может кардинальская шапка красного плета. Нет родителей неба, земная земля, мои родители. Подождите, вот Владислав не может сюда никак вмешаться с зеленым цветом. Сомнительно, до вершины. Белый. Белый. На пейзаже, на каком он взлетел? Холмистый. Белого цвета, скорее. А почему белого? Белого свеча снега. Ваш ответ. Отвечает, отвечает Евгений Ильин. Евгений Ильин. Я позволю с разрешения господина Борщевского повторить вопрос. У меня нет родителей. Моими родителями стали небо и земля. У меня нет божественного могущества. Честность станет моим могуществом. У меня нет ни жизни, ни смерти. Вечность для меня, и жизнь, и смерть. У меня нет принципов. Приспособляемость ко всему, мой принцип. Отвечает Евгений Ильин. Прошу вас. Какого цвета вершина? Мы считаем, что это вершина белого цвета. А ваши аргументы? Наши аргументы. Это вершина белого цвета, так как этот человек в результате своей карьеры, своей жизни придет, наконец, к смерти. А символ смерти на Востоке – это белый цвет. Внимание, правильный ответ. Мы слышали сейчас Макимуна – кодекс боевых восточных единоборств. Да, вы назвали слово «Восток». Достигшему вершины в этом искусстве присуждается пурпурный пояс. Пурпурный пояс. И вы проигрываете этот ваш раунд. Сейчас становится 4-2. 4-2 выигрывают телезрители, читатели аргументов и фактов. 2 миллиона 500 тысяч рублей уходит Максиму Константинову в город Кишинёк, Молдову. Поздравляем, Константин! Кстати, самый крупный выигрыш за всю историю во всем мире – это 40 миллионов долларов. А у нас вы можете 100 миллионов выиграть. Рублей. Итак, 4-2. 4-2 выигрывают телезрители. И мы начинаем седьмой раунд. Я хочу сделать ставку. Прошу вас. 250 тысяч раз. Ну, если действительно третий раз вам повезёт, я просто не знаю, тут какая-то зависла уже звезда. Кстати, помощь клуба вы можете взять. Но помощь клуба стоит 10 миллионов рублей. А в банке знатоков 6 миллионов 250 тысяч. Наконец-то. 500 тысяч, да? 500 тысяч красные. 500 тысяч красные. Против знатоков играет Андрей Кривопалов, город Самара. И снова внимание на экран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Maybe 그걸 ставить на экран Внимание! Вопрос! Как называют тех, кто впервые станцевал этот танец? Время. Танец самбо. Самбисты? Ну, перестань. Точно самбо? Это не обязательно самбо. Вот это все школы самбо. Может быть ученики самбо. Как это называют? Нет, это какие-то должны быть. А просто первый в испанских кто-нибудь? Дебютанты. Премьеры. А премьеры, да ничего. Хорошо, а дебютанты нет? Так, португальские корни. Вообще-то да, португальские. Но это логинская группа. Хорошо. Там называют тех, кто первым станцевал. Что символизирует этот танец? Примусы? Примусы? Примусы. Приматы. А на карнавал не может быть закрутки? Нет. Что символизирует этот танец? Кто знает? Самбо? Ну какая-то... А почему вы уберете? Ты точно знаешь, что это самбо? Нет. Самбо. Ну что? Еще что-нибудь? Кабальеру. Нет. А дамы? Да, мы впервые дамы. А почему пионеры? Премьеры дебютанты выбирают. Англия и Испания. Примус премьер дебютанты. Англент Знадаков. Англент Знадаков. Значит нам... Англент Знадаков. Значит нам... Нам был продемонстрирован карнавал в Рио-де-Жанейро. Парад школ самбо. И как называются те, кто впервые станцевал этот танец? Игровая психология. Их называют... Тишина. Их называют... Тишина. Самбо... 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 Ответ принят. Ответ принят. Внимание, правильный ответ. Этот танец действительно называется самбо. А потомков от смешанных браков индейцев с неграми называют тоже так же самбо. Я самбреро не слышал. Самбо, вы сказали. Еще становятся три-четыре. Три-четыре. Вы выигрываете этот раунд. Самбо. 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 500 тысяч кладутся в банк знатоков. Господин Борщевский, у вас нет возражений против поведения грубья? Я, к сожалению, обладаю таким тонким слухом, как вы. Поэтому я не расслышал все-таки, что было сказано. Самбо или самбреро. Я, к сожалению, не могу здесь оспорить ваше решение или подтвердить ее. И вот это называется юридическая наука. А господин Старков не возражает против моего поведения? Против вашего не возражаю. Ну что? Спасибо. Спасибо. Счет 4-3. Следующий раунд. Я хочу сделать ставку. Прошу вас. Полмиллиона зеро. На зеро вы ставите? Да. 500 тысяч. Ставка принята. Больше ставок нет. Игра идет до шести очков. Если на таки проигрывать на шести очках, им придется покинуть клуб. А сейчас счет 4-3. Зеро. Зеро. Но это я не понимаю. Все, внимательно, ребята. Зеро. Свободная ставка. Интеллектуальное казино против знатоков. Удачи. Жидкие аплодисменты, переходящие в овациях. Так, это что, мне деньги? Пока никому. Сколько у нас денег? Пять миллионов, да? А у вас шесть с лишним, да? По моим подсчетам, пять с лишним. Ну что, на пять миллионов у меня больше денег нет? Нет, ваши условия. То есть здесь двадцать, минуточку, пять, да? Пять миллионов, да? Ну ставка-то сыграла? Сыграла, пять миллионов. Пять миллионов стоит. Вот мы на них играли. Хорошо. Вам не нравится? Хорошо. Ну хорошо, хорошо. Господа, вот именно. Играем на пять миллионов, я так понимаю. А ваша ставка? Слава. И моя ставка пять миллионов. Какие наблюдатели не знают? Господа, мне приснился страшный сон на этой ночь. Серьезно. А именно, будто бы я во сне, конечно, работаю в царской полиции. Тихо, тихо, тихо. И самое главное, не то, что я служу в царской полиции, а что у меня самый младший полицейский чин. Проснулся я в холодном поту. Пац! А у меня предмет в пиджаке. Внимание, вопрос. В каком чине я служил в царской полиции? И что за предмет у меня в пиджаке? Время. Тайный агент. Тайный агент. Городовой. Тайный агент. У него жетон. Блокнот. Жетон. Бляха. Бляха. Дворник это не чин. Нет. Хорошо. Дворник являлся служащим полиции. Блокнот для записи. Может быть? Нет. Скорее всего, бляха все-таки. Значит, бляха-то бляха. Мы не нравимся. Откуда у него в пляхе? Подождите. Как это шпик? Шпик, как еще кроме шпика? Филер. Это самая низшая должность. Это наблюдатель. Это неужели наблюдения. Городовой. Свисток, дворник. Городовой свисток. Ну, это не чин. И у дворников свистки тоже были. Ну, это же не чин, ребят. Хорошо, что еще? А было сказано, что в чине. В каком чине и какой предмет? Может быть, жандарм. Свисток живет. Жандарм это рядовой. Все-таки бляха. Полиция, бляха, жетон, это одно и то. Тайная полиция. Нет, не на трубке. В кармане. В кармане, в кармане. Давай дворника. Филер. Филер дворник. Наружного дворника. А филер что? Филер, может, не слушай. Это не чин, это каю. Может, не слушай. Это не чин, да? Хорошо, вот другое, что ли, мы. Я забыл сказать маленькую деталь. Именно этим предметом я и ловил преступников во сне. Итак, кто будет отвечать? Отвечать буду я. Ну, хорошо. У вас, так сказать, личный счет 2-1. Два неправильных и один правильный ответ. Итак, в каком я был чине и что за предмет, с помощью которого я ловил преступников, у меня сейчас в кармане? Вы были дворником и в кармане... Оскорбляйте. Во сне. Во сне. Во сне. Вы были дворником и в кармане у вас был свисток. С ума сойти. Посмотрим. Складная метла. Складная метла. Нет, это не то. Может, не в том кармане? Может, я достану? На полиграф! Что становится раб? Счет 4-4. Следующий раунд. Мне сказали, что в банке сейчас у знатоков 16 миллионов. Мы ждем ставок. Господа, делаем ставки, чем меньше свободы... 250 красная. 250 красная, покажите. Сначала сделайте ставку, потом я скажу, что ставка принята. Ставка взята. 250 красная. И все? А денег у вас много, господин Жарков? Денег много не бывает. Счет 4-4. Играем до 6 очков. Да покажите, какая ставка. 250. Так, совы, совы, совы. Опять он выиграл. Итак, на кону сейчас не 250 тысяч, а 2 миллиона 500 тысяч. Финансирует нашу игру господин Довгань и его издательский дом. Внимание, играет читатель АИФ Юрий Бужор. Внимание, на экран. Дорогие знатоки, однажды монархам было сказано, «Асэ до камансе ля конструксьон», что в переводе означает «воды достаточно, строительство начать». И было построено. Внимание, вопрос. Где же я теперь живу? У воды, но без воды. Удачи вам. Итак, где живет господин Бужор? Время. Это, может, это питерская дамба? Почему он на вокзале находился? У воды, но без воды. Может быть, он на вокзал называется? Балтийский вокзал, по-моему. Это Киевский вокзал. Ребята, это Петр Первый, он живет в Петербурге. Хорошо, где именно? Балтийский вокзал, по-моему. Я не буду уточнять. Воды достаточно, чтобы взять ее в коллектор. Может быть, к коллекторам? Раствор воды может быть достаточно. Нет, это не надо. Может быть, я не хочу. Это какой коллектор? На реке Неглинке. Да вода в коллекторе. Ответ знатоков. Ответ знатоков. Где живет господин Бужор? Господин Бужор живет в Петербурге. В Петербурге. Внимание, ответ телезрителя. было сказано в вопросе Асседо, Асседо по-французски воды достаточно, но на самом деле воды не было может быть поэтому строители города прочли наоборот Асседо, Одесса Одесса, город Одесса вы проигрываете 5 очко 5-4 в пользу телевизор 2, простите, 2 миллиона 500 тысяч уходит читателю аргументовый фактор Юрию Бужору счет 5-4 и начинаем 9-й раунд 10-й раунд, простите Итак, 10-й раунд счет 5-4 и сейчас каждый раунд может стать последним выигрывают теледрители читатели аргументов и фактов 5-4 Какие ставки остались? Полтора миллиона Два миллиона Простите Полтора миллиона черный Полтора миллиона черный Внимание, играет Роза Шафигулина город Астрахань Внимание, два кувшина Господа 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 Спокойно Так и проиграть можно Аллегория Это мифологические женские и мужские фигуры Изображавшие какое-либо свойство человека Его пороки Или добродетели Аллегории имели свои атрибуты Например, у справедливости были меч и весы Это мы помним Внимание, опрос Возьмите Эти два небольших кувшина с водой И через одну минуту Изобразите нам Аллегорию Умеренности Умеренности Время Нет, это вечно Так, стоп Аллегория умеренности Это должна быть такой кувшин Не полный Из которого не выливается Секундочку Почему два кувшина? Здесь в одном кувшине вот так воды А в другом почти пустам Может быть они как-то связаны между собой Должна быть либо ровно Либо в одном кувшине половина И в таком случае Половина не влезет А если, ребята, так, чтобы из одного в другой выливали и был полный То есть из одного ты предлагаешь вылить? Нет Умеренность Разлить на две половины Разлить по полу Нет, а если из одного вылить вообще, а второй до горла Так изобразить, ребята, нужно изобразить как-то Переливание А может где-то человек с кувшинами какие-то делает Аллегория умеренности Чтобы в обоих А может налить его до горлышка Налить его до горлышка, вот так, чтобы он... Пополам Но один размывался явно То есть доливать просто Нет Отпить и это самое... Полность клуба покупаем? Нет Жура Если в переличку... Вы берете полность клуба или нет? Жур Отвечайте Да Итак, кладите 10 миллионов 10 миллионов Прошу 4, 5, секундочку, это 5 Быстрее, быстрее, время 6, 7, 8 Это действительно трудный вопрос И я не уверен, что найдется человек в зале, который его знает Итак, мы просим Изобразить аллегорию умеренности И начинается минута помощи клуба Знак водолея Стоит на колене и льет воду из кувшина Прошу Обычно Один Закрыть Раздумайте Спрашивайте еще варианты Да, дальше Давай, сюда Один кувшин на половину полный Другой вниз Своё есть, чужого не надо Ну, мерзти Так не получится, так не влезь Можно просто выпить половину воды Из одного и другого Я столько не выпью Выпьем нормально, ничего, ничего Дальше Ребята, ну Уравнять долги, не прошу быть Нет, блядь Ну Перелить Вылезь Просто отхлебнуть чуть-чуть Нет, они один налит Другой не добьются Один налит Да Почему это так? А может быть, взять два больших Держать Вот так Они не одинаково налиты, Андрей Сливать Отлить Или уравнять их просто Нет Слить вместе так, чтобы было у тебя поровну И держать А если вылить оба Так, меры, меры нету Меры нету Посмотри, там нету Что ты мне принёс, чтобы ты выливал Так Отбивай до половины, закрывай сверху руками Нет, нет Уравноветь 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 Закончилась минута помощи клуба И я жду От всего клуба Ответ на этот трудный вопрос Кончаем обсуждение, господа Да Кто отвечает Отвечает Евгений Ильин Показываю Я рассказываю Вы будете долго лить? Да Да Объясните свой ответ Нет, ещё не всё Объясните свой ответ Сейчас, минуточку Я уравнял количество воды в обоих кувшинах И что? В обоих кувшинах сейчас равное количество воды Это я понял И они прикрыты И что? В чём аллегория умеренности? Умеренность Это одна из основных добродетелей человечества Аллегория умеренности состоит в том Что в этом кувшине налита воды столько, сколько надо Сколько вам надо Внимание, правильный ответ У аллегория умеренности один кувшин с водой Давайте посмотрим Один кувшин с водой Сохраняется вне прикосновенности Вне прикосновенности Это запас А из другого кувшина Очень экономно Капля за каплей Расходуется вода Вот это трудный вопрос И на этом трудном вопросе Вы проигрываете всю игру И счёт И счёт становится 6-4 6-4 6-4 Выигрывают Аргументы и факты Читатели Аргументов и фактов Веди Отвече Говори Говори Господин Круппе Одну минуточку Господин Круппе Одну секундочку Игра сделана Согласно регламенту Команда Георгия Жаркова Должна покинуть Илитарный клуб А сейчас я вынужден Назвать имена телезрителей Победителей Один миллион рублей Выиграл Виталий Лукашенко Вопрос о шёлке О китайском шёлке Полтора миллиона рублей Выиграла Галина Оставхева Вопрос о Скрябине 250 тысяч Два миллиона пятьсот тысяч Выиграла Лера Чурбанова Вопрос о Стрельце Два миллиона пятьсот тысяч Выиграл Максим Константинов Вопрос о боевых единоборствах Зеров Проиграл Вопрос Ворошилов Два миллиона Пятьсот тысяч Выиграл Юрий Бужор Вопрос об Одессе И полтора миллиона рублей Выиграла Роза Шафигулина Вопрос об уверенности А сейчас, простите, игра закончена, я так понимаю Одну минутку Да, что вы хотите сказать? Сколько? Сколько у нас в банке? Сколько? У нас в банке пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч Какие вопросы остались на кону? Сколько их? Два Один миллион и два миллиона Хорошо, у вас пять с лишним миллионов Вы за то, что мы тратим на вас время Как, господин Борчевский? Вы даете им шанс остаться в клубе? Я считаю, что это в правилах нашего клуба Мы можем дать такой шанс и мы должны его дать Внимание! Начинаем дополнительный раунд Волчок, маленький волчок Время! На кону сейчас Пребывание команды Георгия Жаркова в элитарном клубе Все решит один вопрос Два миллиона, черные Внимание! Играет Михаил Мукинштейн Город Екатеринбург Внимание! Ровно полночь Луна, как ястреб Что глядишь? Да так, гляжу Нравлюсь? Нет Узнаешь? Быть может Дон Жуан я А я? Внимание, вопрос Кто она? Носрочный ответ Зачем? Спокойно Ответ принят Вы знаете, кто она? Да Та, которая встретилась с Дон Жуаном Да Ответ Знадогов Это Кармен Это Кармен Блестящий ответ Вы остаетесь в клубе И, наконец-то, игра закончена Игра закончена Спасибо Спасибо Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Самый лучший для меня вопрос Это вот Галина Астафьева Наши читатели Оскрябине Итак, вопрос о скрябине Стал самым лучшим вопросом И вы отсылаете приз Компьютер этой гражданки Галина Астафьева Галина Астафьева, мы поздравляем вас А я прощаюсь с вами, не забудьте В следующий раз мы начинаем на час раньше До свидания Субтитры подогнал «Симон» 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 Браво! Браво! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»